Истек срок действия полиса ОСАГО или забыли пристегнуть ремень. Такие нарушения выявляют инспекторы ежедневно. Год они начали с рейдов и высоких цифр. Побит прежний рекорд. Десятки водителей 1 января решились выйти в путь в нетрезвом состоянии. Каким подарком обернулось такое пренебрежение правилами? В сюжете Венера Мухаметовой. Есть такая традиция в январские каникулы быть в строю. На пост в районе Танкового кольца инспекторы ДПС заступили в 5 утра. Только к полудню город ожил. Поток машин постепенно увеличился. Управляете машиной с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Есть желание устранить на месте. Остаться запятнанной авторепутацией большинство водителей не пожелали. Вырулили ситуацию на месте. В считанные секунды придали номерам должный по правилам вид. На забывчивость при этом не ссылались. Скорее на невнимательность. В случае с Владиславом цифры скрылись во время длительного путешествия из Самары в Казань. Я приехал покататься на лыжах. В городе Самар тоже останавливались за грязные номера. Нашлись и те, с кем разговор не сложился. Четверо автомобилистов без объяснения причины отказались устранить проблему. В итоге для них дело обернулось штрафом. Впрочем, у инспекторов не было желания раздавать подарки в виде протоколов. Грязные номера или вождение с выключенными фарами ближнего света. Эти вопросы решались без бумаг. Штраф будете писать, да? Нет, на первый раз вам предупреждение. В следующий раз имейте в виду, нужно включать машину. Очень плохо видно в паспорт. Всех удивляет, конечно, что их с утра пораньше начинают останавливать. Объясняем, что проводятся профилактические мероприятия. Два водителя перевозили детей до 12 лет без специальных удерживающих устройств. Ну, это такое достаточно серьезное нарушение, поэтому предупреждение здесь никак не обходится, даже несмотря на праздники. И были, значит, сняты государственные регистрационные знаки с одного транспортного средства за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Выявляли видимые и невидимые нарушения. Прислушивались и к ароматам. В праздничные дни градусная проблема не могла остаться на обочине. Не все казанские автомобилисты решили начать год с чистого листа. Напротив, стали на пуск нарушений в первый день 2013-го. 49 человек за рулем находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГИБДД, это в разы больше, чем в прошлом году. Прокатиться по городу Подшафе в начале 2012-го решили 17 рулевых. По счастливой случайности данный маневр и тогда, и сейчас завершился без ДТП. Напоминаю еще раз, что административным кодексом, значит, по статье 12.8, часть 1, значит, у нас идет, если водитель попадается в состоянии алкогольного опьянения, идет лишение прав от полтора года до двух лет. Значит, также по статье 12.26, часть 1, то же самое решение идет. От полутора до двух лет это судья выносит решение по данным фактам. В новогодние каникулы правила никто не отменял. Стоит также обратить внимание, с 1 января изменили штрафы ГИБДД по нескольким статьям. Предусмотрены поправки в уголовном кодексе. Венера Мухаммедова, Павел Прищепов, Вести, Татарстан.